Друзья, всем добрый вечер! За вот этой шумихой в СМИ, за нагнетанием ситуации, за бутафорией с масками, за маскарадом с переодеванием в защитные костюмы и прочим, мало кто из вас заметил изменения, которые произошли на сайте правительства. Исчезло правительство РФ и появилась новая организация правительства России. Кроме того, обратите внимание, пожалуйста, вот на эту птичку герб тоже изменился. Давайте сравним. Друзья, не надо быть экспертом, чтобы увидеть и понять, что это совершенно два разных изображения. Герб цветной очень сильно отличается от черно-белого. То есть это герб совершенно другой организации. Цветной герб это герб Российской Федерации и черно-белый герб это организации, которая называется Россия. То есть какой мы с вами можем сделать вывод? Ликвидировано юридическое лицо Российской Федерации и создано новое юридическое лицо под названием Россия. Есть небольшая беда. У этого юридического лица нет прав, нет граждан и нет практически ничего. Что же делать? А на помощь нам придет оцифровка. Давайте послушаем моего друга, у которого есть мысли на этот счет. Это переписка с моим хорошим другом, замечательным человеком, умнейшим парнем, которого я сначала недооценила. Он мне пишет, что поменялись действительный герб и название на сайте правительства Москвы. И у него есть свои предположения, для чего же это нужно. Он пишет, что сотрудников граждан нет, но нужно что-то с этим делать. Так можно взять население в плен и объявить их, к тому же еще и больными. Слушаем. Я тебе говорил про статус военнопленных, под который они будут деньги брать, кому они выделяют пропуска. И говорил, что это потенциальные клиенты на чипирование и на вакцинирование. Так вот, они деньги получат не просто под военнопленных, а под военнопленных, которые находятся в карантине, так как они заражены пандемией коронавируса. Прикинь. То есть новая фирмочка, вот это вот правительство России, она возьмет в плен всех больных коронавирусом и скажет, что это нужно оплачивать их содержание, кормление, питание, одежду. И вот, блядь, хитрость какая волшебная. А первыми кандидатами под это дело будут все физические лица, так называемые адепты РФ. Здравствуйте. Ну что, адепты РФ и те, кто все-таки умеет думать самостоятельно, поняли, к чему нас готовят и куда нас ведут. Почему так настойчиво вас принуждают к регистрации на различных сайтах? Вас превращают в вещь, с которой потом можно делать все, что угодно. Ребята, выбор за каждым. Это ваш выбор. Как вы будете жить дальше? И кем вы себя видите в этой жизни? Вещью, которой распоряжаются некие юридические лица? Или вы человек, который сам решает, как он живет, где он живет, как будут жить его дети? Будущее сейчас, в прямом смысле, на кончиках наших пальцев. Либо вы тыкаете в клавиатуру бездумно и присваиваете себе некие номера, превращаясь в вещь. Либо вы осознанно создаете народные советы, заявляете о себе как о гражданах Советского Союза и никому уже не позволяете хозяйничать на нашей земле.